Очень рада, что вы нашли время встретиться на этот семинар. Большое спасибо Татьяне за такой замечательный проект. Я была на многих лекциях, получила большое удовольствие и решила поучаствовать в этом проекте, поделиться своими наблюдениями и опытом в сфере науки. Сейчас я тогда поставлю экран. Так, видно, да, экран? Значит, наверное, многие меня знают по занятиям по биологии, которые я веду для детей, по работе с микроскопами, по экспериментальной биологии, но на самом деле это не основное моё направление. Моё основное направление — это всё-таки наука, в которой я проработала и работаю до сих пор, в принципе, достаточно долго. Наверное, уже скоро будет 20 лет. И поэтому я хотела бы поделиться как раз информацией, которая, мне кажется, будет очень полезна тем детям, которые интересуются наукой и думают связать свою жизнь именно в этом направлении. Скажу всего пару слов сначала о себе. Я закончила биологический факультет МГУ, моя специальность — биохимия. Я больше себя чувствую ближе к биологии, чем к химии. Там же я закончила аспирантуру, защитилась. Мне очень повезло, я смогла поработать в Монреальской лаборатории, где я в основном получила все свои результаты для аспирантурии. Там же я прошла постдок. Потом с переездом в Торонто я переключилась на индустрию, и последние шесть лет я работаю в компании по тестированию различных соединений для фармацетических компаний. И моя сейчас роль — это лаб-супервайзер. То есть у меня небольшая группа, мы проводим тестирование, обсуждаем проекты. Одним словом, вот такая моя новая история. Но биология началась, наверное, не с университета, а биология у меня началась со школы. Последние четыре класса я была в биологическом классе. Мы очень много делали руками, мы рисовали, смотрели под микроскопом, у нас было много практик. Одним словом, было очень интересно, конечно, было немножко сложновато, потому что много нужно было всего сделать. Но именно в школе у нас были основы клеточной биологии и биохимии. И вот именно оттуда пошел мой интерес к биохимии, посмотреть, как одна молекула превращается в другую, как устроена клетка. Как, наверное, все знаете, что все живые организмы состоят из клеток, и поэтому очень было интересно посмотреть, что же там внутри. Поэтому я к чему? К тому, что если вы вдруг увидите, что участь, например, в старших классах вас что-то затронуло, что-то вам очень-очень приглянулось, то, может быть, это то самое направление, которое будет у вас в будущем. Возвращаясь назад, я думаю, что, наверное, если бы я опять училась бы в школе, я бы, наверное, опять бы клюнула на ту же самую биохимию, повторила бы весь бы, наверное, этот цикл опять. С некоторыми изменениями, про которые, может быть, я расскажу в конце. Вот. Значит, давайте немножко скажем пару слов про науку. Что подразумеваю под наукой, ну вот я лично, в плане того, что мне очень нравится в этой области. Так. Сейчас. Как экран? Сейчас, минутку. Мне нужно следующее. Окей. Значит, судя по, к сожалению, канадского желания у меня нету, вот, но судя о ребёнку только в восьмом классе, так что мы только-только high school как бы осваиваем вместе. Вот. А насколько я поняла, что в high school как раз впервые начинается, наконец-то, разделение науки на составляющие, вот, и основными направлениями являются это химия, биология, физика, ну и в последних классах, я так понимаю, будет астрономия. Вот. Так как моя специальность биохимия, то, наверное, я большую часть буду говорить про биологию, вот. Но те нюансы, которые мы сегодня будем обсуждать, я думаю, они очень легко будут, их можно приложить и к химии, и к физике. Вот. Я думаю, что там ситуация будет очень-очень похожа, да. Значит, если мы, допустим, в биологии смотрим на какое-то животное, да, или на растение, то нам легко, конечно, за ним наблюдать, смотреть, как оно двигается, растет и так далее. Но если мы хотим посмотреть какие-то очень-очень маленькие структуры, да, например, клетку, то наблюдение, конечно, будет, наблюдать будет, конечно, сложновато, просто потому что это очень-очень маленькие размеры. Поэтому основным, как бы, направлением будет это научный эксперимент. Вот. Давайте немножко поговорим о том, из чего состоит, из каких составляющих состоит научный эксперимент. Здесь я представила небольшую схему. Первое – это то, что у вас есть какой-то вопрос, и вы хотите узнать на него ответ. Или у вас есть какая-то гипотеза, да, что вы ее хотите проверить, а правильно ли это у вас гипотеза или нет. То есть что-то такое неизвестное. Прежде чем начинать свой эксперимент, нам нужно подумать, а может быть, это мы просто не знаем, а в литературе, например, это уже известно. Поэтому прежде чем начинать, мы начинаем поиск в литературе, что известно на данную тему. Можем ли мы найти ответы именно там. После того, как мы провели какое-то литературное исследование, мы поняли, что, наверное, все-таки ответа еще нет, и мы хотим поставить сами эксперимент, чтобы ответить на наш вопрос. В данном случае нам нужно найти, какие методы мы будем использовать, технологии, инструменты, в ходе которых этих методов мы могли бы получить результаты. После того, как мы это все сделали, мы провели эксперимент, получили результаты, мы их можем проанализировать, обсудить и, в конце концов, сделать какие-то выводы. После того, как мы сделали выводы, допустим, мы ответили на наш вопрос, то у нас возникает следующий вопрос. И таких вопросов может быть очень и очень много. Поэтому этот цикл может повторяться бесконечно. Но результаты будут всегда новыми, ваши вопросы будут всегда новыми. И на самом деле вот это вот самая, я бы сказала, замечательная часть науки, когда, базируясь на предыдущих результатах, вы получаете все новое и новое. Эти результаты принадлежат вам. Это ваш творческий процесс. Вы подбирали и методы, и технологии, и все. То есть это, грубо говоря, как ваше такое вот дитё, которое будет постоянно расти, 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 когда вы будете выполнять новые результаты. Ну, в качестве примера хотела просто показать очень быстренько такой совсем простой эксперимент для наглядности. На самом деле в науке, конечно, намного всё сложнее. Вот, например, у нас есть растение, да, и мы знаем, что корни выполняют функцию всасывания питательных веществ и воды. И мы хотим узнать, какие же структуры стебля, например, стебля, извините, отвечает за транспорт воды. Как бы очень простой вопрос. Нам нужно подумать, как мы поставим эксперимент, да, так как вода у нас непрозрачная, она не имеет ни запаха, ни вкуса, прозрачная, прозрачная, да? А что я сказала? Непрозрачная. А, непрозрачная, извините, прозрачная. Вот, нету ни запаха, мы её не видим, вот, поэтому как бы что мы можем сделать? Мы нужно как-то её поменять, да, чтобы мы её увидели. Ну, элементарно, конечно, можно использовать пищевые красители, да, и окрасить воду, и посмотреть, как же она будет подниматься вверх по растению. А может быть, и не будет подниматься. Это как бы наше предположение. Вот, в качестве растения, допустим, мы можем выбрать, ну, мы с детьми обычно выбираем сельдерей. Значит, вот здесь я представила картинки. Значит, первая картинка, это у нас контрольные есть растения, которые не окрашены, да, и второе растение у нас окрашено. И мы видим, что действительно вода поднимается вверх, окрашенная, и мы даже видим, какие зоны у нас прокрасились. Внизу совсем низкая картинка, это срезы, вы можете посмотреть под микроскопом, в принципе, очень интересно, если дома есть микроскоп, тоже можно увидеть прокрашенные клеточки. Как бы мы ответили на этот вопрос, какие области у нас отвечают за транспорт воды. Следующий интересный будет вопрос, распределяются ли эти транспортные системы вот именно в таком порядке, вот по периферии, да. Это будет, соответственно, у нас уже, грубо говоря, второй эксперимент, да. На него мы можем ответить, выбрав какие-то другие растения и проверить, действительно ли вот эти транспортные сосуды, да, распределяются точно так же, как у сельдерея. Ну, можно, например, взять, скажем, сельдерей и тюльпан, да, эта картинка не моя, вот, но примерно вы получите очень похожую картинку. В сельдерее у вас будут распределяться сосуды по периферии, а в тюльпане они будут у вас как бы хаотично. Ну, если вы будете дальше продолжать такую серию экспериментов, вы выйдете уже на то, что это двудольные и однодольные растения. Ну, и так можно продолжать дальше и дальше. Вот, в принципе, это как бы вот такой пример, когда вы начали с одного, а дальше на полученные результаты накручиваете все больше и больше и больше. В конце концов, когда у вас будет уже хороший набор результатов, данных, вы с удовольствием, я надеюсь, их будете рассказывать на конференции, представлять. Это могут быть устные доклады, да, а могут быть постерные презентации. В любом случае, это ваши результаты и как бы это действительно такое волнительное событие, вот, и в то же время очень приятное. Вот, вопросов, конечно, как правило, может быть очень-очень много и зачастую мы не на все можем ответить. И это, в принципе, совершенно нормально, потому что вы представляете новые данные, никто до вас их не получал. И, конечно, люди заинтересованы узнать, а что же будет дальше, а вот если сделать вот так, вот, то, как бы, не ответить на вопросы, это в рамках нормы. Вот, но при такой беседе, на самом деле, вы для себя открываете много нового. Вы смотрите на свой проект немножко с других ракурсов. Зачастую люди, которые далеки от этого направления, задают очень простые вопросы и попадают в точку. На эти вопросы, как бы, вы не можете ответить, вот, просто потому, что вы уже копаете в ракурсах, вот, а на самом деле, как бы, люди, которые не особо знакомы с вашим проектом, они, как бы, задают такие очень поверхностные вопросы, и они, на самом деле, очень интересны. Помимо презентаций на конференциях или на научных воркшопах, значит, люди публикуют свои результаты в виде оригинальной статьи, да, это, я хотела показать дату, базу данных, сейчас только, мне нужна новая демонстрация, сейчас, минутку, вот здесь. Это база данных, вы можете ее поискать в интернете, называется PubMed. Здесь собрано очень-очень много статей научных, как оригинальных, то есть оригинальные, это значит, что вы представляете новые данные. Также и обзоров, это люди делают, как бы, обобщение, либо анализируют уже ранее полученные результаты. Вот, и здесь вы можете в поиске загнать все, что вы хотите, ну, я загнала свой фермент, с которым я работала раньше, и вы видите, что ссылок у меня получилось порядка 28 тысяч. Некоторые статьи в доступе, вы можете их открыть, но если они не в доступе, в любом случае вы можете открыть какую-то статью, и у вас будет абстракт. Абстракт – это краткое, как бы, содержание того, что представлено в статье. Иногда дают небольшой background, дальше методы, которые использовались, результаты, conclusion и keywords. То есть ключевые слова. Если мы видим, что, например, поиск дал нам очень большое количество результатов, конечно, это безумие прочитать все статьи. Мы должны сузить как-то свой поиск. Поэтому вы можете добавлять другие ключевые слова. Ну, например, я работала со специальным стероидом, который называется Уабаин, вот, и мы увидим, что количество результатов стало существенно меньше. Вы можете так дальше-дальше добавлять и сузить как бы данную тематику, да совсем-совсем узкой, то, что именно вас интересует. Вы можете загнать также имя, ну, например, если я загоню свои, свое имя, то высветятся, например, статьи моих. Ну, когда науки, вот, в такой чистой, вот, у меня были статьи. Вот, и как раз одну из статей я хотела просто показать как пример структуры. Значит, вот эта вот статья моя одна из первых, она мне очень нравится, потому что она была опубликована в хорошем, относительно хорошем журнале. Это GBC. Каждый журнал, в принципе, имеет свою, как бы, градацию. Требования у них, конечно, разные, поэтому если вы сделаете очень большую научную статью, она сильная, будет хороший набор методов, технологий, то будет легко ее опубликовать в хорошем журнале. Прежде чем опубликуют вашу статью, она должна пройти рецензию. И рецензент, обычно проверяя вашу статью, может задать вопросы, да, может сказать, что вот здесь мне не совсем опасно, нужно поставить дополнительный эксперимент, а может, к сожалению, сказать, ну вот такого уровня статью мы в наш журнал не принимаем. Они, конечно, объяснят, почему. Вот, поэтому в зависимости от того, на каком уровне сделана научная работа, вот, вы можете опубликовать в разных журналах. Значит, как правило... Да, какой-то вопрос? Нет? Значит, как правило, это название у вас есть, дальше у вас есть авторы. Вот, первый автор, на самом деле, особенно если это студент или аспирант, это играет очень большую роль, потому что большинство научных статей помнят по первому автору. Поэтому, если человек только-только начинает свою научную карьеру, ему нужно, конечно, себя как-то зарекомендовать в научном обществе, чтобы его узнавали, узнавали результаты. И, конечно, очень важно, особенно вот аспирантам или постдокам, быть первым автором в статье. Последний автор – это мой руководитель. К сожалению, его год назад не стало. Очень хороший человек. Он меня очень многому научил. Вот. Он, как правило, руководитель лаборатории, стоит в конце. Он отвечает на все вопросы рецензента. Вот. То есть, как правило, его имя ставится в конце. Ну, а дальше рассказывается, кто участвовал. И вы видите, что на самом деле было, как бы, коллаборейшн, то есть было взаимодействие нескольких лабораторий. Была лаборатория в Монреале, в Штатах и в Москве. Вот. В научной среде это очень распространенное явление, когда люди работают над одним и тем же проектом, как правило, используя разные методы и технологии. Это очень-очень приветствуется. Если мы пройдем по самой статье, то, как правило, у нас идет небольшое, как бы, выступление о том, какая была проблема, какие были получены результаты. Вот. Это вот абстракт у нас. Дальше идет у нас небольшое, как бы, более такое детальное введение в качестве, ну, как литературный, так скажем, обзор о том, что будет изучаться в статье и какие были выявлены проблемы, на которые мы хотим ответить в нашей статье. В статье вы можете показать разные химические структуры. Вот я, например, тестировала разные стероиды на различные типы клеток. Значит, можно представить свои результаты в виде графиках. Это могут быть в виде таблиц. Это могут быть картинки. Основная тематика была такая, что в зависимости от того, какие стероиды я использовала, они влияли на жизнеспособность клеток. Некоторые стероиды такие вот эти вот не влияли на жизнеспособность клеток. Мы видим, что морфология, то есть внешний вид клеток очень похож с контрольной группой. А когда мы добавляем вот тот самый обаин, который мы добавляли в подмет, мы видим, что внешние клетки меняются, они округляются, они открепляются от поверхности. Это говорит о том, что они погибают. Основная моя задача была в том, чтобы посмотреть, какой же механизм происходит, что происходит внутри клетки, когда мы добавляем эти изменения, что они вызывают в клетки. Давайте теперь вернемся обратно к статье. Значит, мы прошли литературный небольшой введение. Дальше очень подробно рассказываются методы. Вот разные как бы методы, которые были использованы в статье, ну, в работе. Вот, materials and methods. После того, значит, материалы и методы вы детально объясняете, что вы делали, потому что как бы люди, когда читают вашу статью, они вам доверяют, но иногда люди хотят повторить ваш эксперимент, и если результаты не подтверждаются, то это, конечно, будет очень плохо скажется в дальнейшем на эту исследовательскую группу. Вот, ну, как бы доверия будет уже, вернее, доверия не будет как раз. Дальше у нас идет секция результаты, да, вы просто рассказываете, что вы получили. Вот, а в конце у вас идет дискуссия, обсуждение, да, здесь идет. Ну, иногда бывает conclusion, иногда заключения не бывает. Можно просто сказать пару фраз в конце дискуссии, да, о том, что же было показано и что планируется делать дальше. Ну, и в конце, если вы ссылались на какие-то другие оригинальные статьи или обзоры, то обязательно нужно все указать. То есть вот такая работа публикуется, это принадлежит результаты и работа вам, то есть это ваша работа, ваше творчество. Вот, и, конечно, если человек работает в науке, это очень-очень приятно. Вот, теперь я хотела вернуться обратно к своей презентации. Вот, раз мы с вами поговорили по поводу биологии, то я хотела буквально пару слов сказать о направлениях в биологии. А направлений на самом деле очень-очень много. Вот, они совершенно разные. Здесь, конечно, не весь список. Вот, если интересно, то дети могут попробовать соединить то или иное направление с тем, что оно изучает. Вот, значит, я выделила ботаника, зоология, экология, клеточная биология, генетика, анатомия и физиология. Вот, но, значит, мы знаем, что ботаника у нас в основном занимается растениями, зоология занимается животным и их поведением, экология – это взаимодействие различных организмов между собой, а также с окружающей средой. Вот, как мы видим, что вот эти первые три у нас направления биологии – это как называемые, я бы сказала, полевые. У нас на биологическом факультете как раз и было деление, на полевое первое, второе отделение, и лабораторное – это, соответственно, второе отделение. Куда уже можно отнести клеточная биология, генетика, анатомия? Понятно, что… Простите, пожалуйста, не видно презентацию, мы видим статью. А, спасибо, что сказали. Интересно. Сейчас, минутку. А я, наверное, не переключилась. Окей. А так видно? Да. Отлично. Спасибо. Значит, вот ботаника, зоология, экология, соответственно, это такие полевые, большая часть вы все-таки наблюдаетесь за животными или за растениями. Вот. А вторая часть, конечно, в поле трудно сделать эксперимент по клеточной биологии, так как все это маленькое. Вот. Это все, конечно, в рамках лаборатории. Значит, клеточной биологией занимается у нас в основном это изучение клетки, это может быть растительная клетка, животная клетка. А вот генетика у нас занимается, конечно, это наследственности, как у нас признак передается из поколения в поколение и проявляется. Анатомия и физиология основные направления – это строение анатомии, это может быть анатомия человека, анатомия животных. Вот. И физиология – это то, как отдельный орган или вместе с другими органами функционирует целый организм. Да, вот эти стрелочки. И еще хотела немножко рассказать взаимодействие биологии с другими дисциплинами научными, например, как химия и физика. Я, наверное, добавлю сразу все, чтобы… Вот. Значит, ну, если мы изучаем, допустим, живую клетку, то понятно, что в ней происходит очень-очень много процессов, вот, очень много реакций химических. И вот это как раз особенной, основной структурой, так, одной из главных структур клетки являются белки. Вот. И как раз вот давно считалось, что биохимия как раз изучает именно белковую структуру, как эти белки работают, вот, и как они выполняют свои функции. То есть это у нас получается биохимия, да. В клетке также есть очень много процессов, которые работают по законам физики. Например, если мы говорим о фотосинтезе, да, растение образует еду в процессе фотосинтеза. Значит, у нас необходима вода, углекислый газ и энергия солнца. Так вот, как раз вот поглощение солнечной энергии, вот это у нас идут как бы в какой-то степени биофизические процессы, то есть идёт физика. Если мы говорим, допустим, о переносе, о передаче нервного импульса, то у нас идёт через мембрану, проходят, переходят через мембрану ионы, и появляется потенциал мембраны. Соответственно, это тоже будет физический процесс. Относительно недавно, ну как относительно недавно, наверное, лет 10-15 назад, появилось такое направление, называется биоинформатика. Поначалу я к нему относилась немножко так на «вы», потому что биоинформатика – это обсчёт базы данных по какому-то очень-очень большому проекту. Ну, например, это может быть… Вот мы в своё время смотрели экспрессию, то есть как считываются гены. Известно, что в ДНК генов очень-очень-очень много, и в зависимости от того, какие сигналы извне клетки приходят, клетка должна отреагировать определённым образом. И, как правило, затрагиваются именно определённые гены, которые должны проработать, чтобы выработать ответ клетки. Так вот, если мы, допустим, просканируем все гены в клетке под действием какого-то сигнала, то мы увидим, что на самом деле очень-очень много генов меняется. То есть получается очень-очень много информации. И как раз вот это взаимодействие между генами или их ответ можно просчитать с помощью биоспециальных, так скажем, программ. В основном это статистические программы. И сделать какие-то выводы. На то время сейчас я не очень… Мне кажется, сейчас как бы это направление продвигается, но когда оно только-только появлялось, мне показалось, что обсчёт данных происходит, но подтверждение вот на практике в лаборатории тех выводов, которые были сделаны на базе биоинформатики, они как бы не присутствовали в статье. И вот мне показалось, что это было так немножечко… отсутствовала вот эта направленность, ну, эта деталь. Вот сейчас всё-таки это направление очень-очень продвигается. Вот. Большой плюс сейчас в данном случае биоинформатики, имейте это в виду, в сфере наших нынешней ситуации, когда очень хорошо работать из дома. Если вы биохимик и работаете в лаборатории, то из дома мы работать не можем. Если вы биоинформатик, то вам нужен только компьютер, база данных, и вы можете спокойно работать дома и обсчитывать ваши результаты. Вот. То есть как бы по удалёнке не все, к сожалению, дисциплины можно делать. Вот. И биотехнологии – это когда вы используете биологические системы, да, для производства какого-то продукта. Ну, один примером могу привести, например, раньше очень трудно было выделять инсулин, потому что в основном инсулин выделяли из, по-моему, крупного рогатого скота. Вот. Это очень дорогое удовольствие было, и плюс животных очень жалко. Поэтому с использованием биотехнологий начали использовать бактерии, то есть внедрять в их геном ген, отвечающий за инсулин. Вот. И это производство, как бы, оно стало менее дорогим, более продуктивным и, естественно, стало более доступным для тех людей, которым это нужно. Это некоторые виды диабета. Но таких примеров по биотехнологии на самом деле очень много. Вот. Это на самом деле тоже очень интересное и интересное направление. Теперь давайте поговорим о том, какие же, если вы заинтересовались наукой, да, и вот хотите продвигаться в этом направлении, какие возможны сценарии. Сценарий здесь я представила два. На самом деле третий еще это работа на government, на правительство, но там, наверное, законы будут немножко очень похожи на индустриальные. Вот. Давайте разберем сначала пример академии. Значит, здесь я поставлю сразу всю линейку позиций. Значит, в моем представлении, если вы планируете, опять же, это мое видение, поэтому я делюсь своими впечатлениями. Вот. Как бы, если они вам близки, замечательно. Если у вас своя точка зрения, я ее тоже приму. А вот. Значит, академия. В моем представлении, что у вас становится в этом направлении, вам, конечно, нужно PhD. Значит, можно пойти делать бакалавр, а дальше, по-моему, это transition, или как-то перепрыгнуть сразу на PhD, то есть не делать мастера. Из моего опыта, индустриального, правда, я бы выделила бы три университета. Первый университет — это Гуэлф, по науке я имею в виду. Второй — это, наверное, Макмастер и третий — Ватерлоу. Все люди, которые приходили из этих трех университетов, как бы имели очень хороший бэкграунд, очень хорошую практическую часть и очень хорошо устраивались в лаборатории. После того, как вы защитите кандидатскую, получите PhD, то вы можете делать постдок. Постдок, как правило, это два или три года. Если вы делали PhD в Канаде, то в идеале, конечно, в идеале сделать постдок, например, в Штатах. То есть это приветствуется потому, что вы освоите новые методы, новые, грубо говоря, технологии, а также поработаете в разных группах и тоже получите определенный опыт. Значит, постдок, для него, в принципе, тоже можно получить финансовую поддержку. Есть несколько организаций, которые выделяют фэллоушип. Например, в свое время я получила постдокторал фэллоушип от Kidney Foundation of Canada, и поэтому мое начальство, мой руководитель финансово не должен меня поддерживать. Все эти позиции, бакалавр, PhD, постдок, это все контрактные позиции. То есть если у руководителя есть гранты, есть финансирование, то он вас поддержит. Если финансирование закончится, скажем, завтра или новый грант не получен, то, к сожалению, это такая непостоянная работа, и вы можете ее потерять. То есть для постдока вы можете получить фэллоушип, но имейте в виду, что один раз вам его дали, а второй раз, может быть, уже и не дадут. То есть вот это вот как бы нюанс академической части. Две последние позиции профессора, это уже постоянные позиции при университете, они не зависят от ваших грантов, и университет вам все время платит зарплату. Как бы плюсы этой позиции того, что вы можете создавать свою группу, вы можете планировать свое время так, как считаете нужным, как считаете нужным проводить экспериментальную часть, то есть у вас очень относительно достаточно много свободы. В то же время у вас достаточно большой стресс, потому что как бы чтобы получить хорошие публикации и отчитаться по грантам, вам нужна целая команда. И, конечно, нужно ее содержать, а также получить гранты не только на зарплату, но и на реактивы, и на оборудование. Вот. То есть вот самая сложная, я бы сказала, ступенька, это между постдоком и профессором, когда вам нужно найти постоянную позицию. Если человек не может найти позицию, он может делать второго постдока, вот, может дальше и третьего, и дальше мы уже называем его вечный постдок. Потому что с каждым разом, когда вы делаете постдок, вы все дальше и дальше отдаляетесь от вашей защиты, и создается впечатление у человека, что он не может найти постоянную позицию, наверное, что-то у него в научной карьере сложилось не так, как следует. И поэтому чем больше вы делаете постдок, тем сложнее найти следующий. В моем случае я делала один постдок, дальше я уехала в Москву, и там у меня была постоянная позиция, у меня была своя группа, я подавала на гранты, но в Москве, к сожалению, не было, так скажем, настоящей науки. Были очень много технических проблем, поэтому как бы позицию-то я получила, но как бы воспользоваться ей так, как мне хотелось, не получилось. Но так сложилась ситуация, что мы потом переехали обратно в Торонто, вернее, обратно в Канаду, но уже не во французскую провинцию, а в англоязычную. И тут уже я... Мне было, конечно, очень сложно найти позицию в академии, потому что очень давным-давно я уже защитилась, уже прошло лет 8 после моей защиты. И, конечно, люди были не готовы платить высокую зарплату постдоку, который давно защитился. И плюс-минус тот, что за 8 лет, конечно, технологии ушли вперед, и только-только защитившийся аспирант, у него, конечно, больше плюсов, потому что он обладает этими новыми технологиями, новыми знаниями. В индустрии же, конечно, все позиции, как правило, многие позиции постоянные. Компании могут предоставлять бенефиты, страховку. Это тоже большой плюс, особенно если семья. Этих бенефитов, к сожалению, нет в академии, только у профессора. Как бы у постдоков этого нет. Давайте теперь разберем индустрию. Здесь я представила фирмы, компании, которые, некоторые из них представлены. И в Торонто, например, в Санофи. Мне кажется, Джонсон и Джонсон здесь также есть у нас. Вот. Во всех индустриях у них, как бы я бы выделила бы три направления. Первое – это те компании, которые производят какой-то продукт, они у них продакшен. Вот. Второй тип компаний – это которые помогают производить какие-то новые лекарства, они производят тестирование. Прежде чем выпустить какое-то лекарство на рынок, оно должно пройти тестирование. И, как правило, это тестирование должно пройти в другой независимой компании. Вот я, например, работаю сейчас в компании по тестированию. Мы ничего не производим. Ну и третье – это, конечно, новые технологии, это новые инструменты, это тоже как бы производство. Прежде чем выпустить что-то новое, нам нужно сделать какие-то исследования. И это как раз вот Research and Development, R&D. То есть, в принципе, в большинстве компаний этот отдел есть. Он может быть небольшой, он может быть побольше. Вот. И вторая часть компании – это, собственно, либо тестирование, либо продакшен. Так вот, человек, который занимается наукой или который вот любит вот именно вот этот творческий процесс, то, конечно, самая приятная, приятная area для него – это Research and Development. Как вообще? Да, еще пару слов. Хотел сказать, что на самом деле академия и индустрия иногда взаимодействуют друг с другом, да, потому что новые технологии также приходят в академию, и мы их используем, новые методы. Также индустрия пользуется иногда академией в том плане, что если они хотят выпустить какое-то новое лекарство, а уже, например, вышла какая-то интересная публикация в Пабмеде или еще где-то, то они могут сотрудничать с этими лабораториями, довести этот проект до конца и запустить уже выпуск этого лекарства, ну, после определенного тестирования, конечно. Здесь я хотела представить как бы такую, это общая схема, структура, вернее, в индустрии, да, ну, основываясь на моих, на моем опыте в лаборатории по тестированию именно. Значит, у нас есть лаборатория, да, там у нас есть химики, как правило, это несколько разных уровней, первое, второе, третье. Иногда это называются аналисты, тоже несколько уровней, да, они, как правило, выполняют рутинную такую работу, то есть это тестирование какого-то определенного продукта, то есть там особо свободы нету, то есть у вас есть утвержденный протокол, по которому вам нужно следовать, и шаг вправо, шаг влево, это достаточно большая головная боль. Это нужно руководить в лаборатории, писать объяснение, почему сделано, нужно ли это переделывать и так далее. Наиболее интересная позиция в лаборатории это сантист, он, конечно, в основном будет работать на разработках. Имеется ли это позиция во всех компаниях, я не уверена, поэтому если человек хочет попасть вот в этот R&D, да, research and development, то нужно, конечно, посмотреть, есть ли там позиции сантиста. Он как раз именно вот на чем-то новом делается, то есть он не повторяет свой день, каждый день одно и то же. Ну и, как правило, в лаборатории есть lab supervisor либо lab manager, но есть еще более высокие градации, как там директор, но это уже как бы в зависимости от компании. После того, как лаборатория произвела какое-либо тестирование, либо выпустила продукцию, то его нужно, конечно, проверить, все ли сделано правильно. И этим отвечает Quality Control Department. Значит, как правило, всю нашу документацию проверяет QC reviewer, смотрит, насколько мы выполнили свою работу в соответствии с тем протоколом, который был утвержден. Да, новые протоколы или новые методы у нас пишет Scientific Writer. Вот, и, как правило, этим отделом тоже заведует менеджер. Вот. И последний, как бы, этап – это Quality Assurance. Я, наверное, не буду много об этом рассказывать, потому что буквально пару недель назад, две-три недели, Виктория очень хорошо рассказывала о этой области, все эти детали. Скажу только то, что, как бы, прежде чем выпустить продукт либо выпустить результаты клиенту, то должно быть одобрено Quality Assurance. Да, то есть вот у нас идет несколько ступеней проверок, все ли сделано в лаборатории правильно. Но это имеет смысл, потому что, если не будет ничего проверяться и будут ошибки, то мы это увидим уже на конечном продукте, который мы покупаем в магазине, что будет совсем-совсем очень плохо. Вот. Теперь по поводу образования. Это мое личное мнение. Вот я, как бы, имею PHD, да, и я начинала как аналист. Я прошла первые три ступени аналист 1, 2, 3, и потом я прыгнула на лаб-супервайзер. PHD для этого, я считаю, что не нужно. То есть, как бы, если вы хотите, конечно, если вам наука интересна, да, то PHD можно получить. Но, в принципе, это большая работа, это 3-4 года. Как минимум, нужно сделать большую работу, ее защитить, представить. Вот. Поэтому мне кажется, что для этих двух позиций можно начать. Например, у нас приходят люди, которые имеют только bachelor degree или master degree, и они проработают какое-то время, потом они решают, да, я хочу сделать PHD, а потом вернуться обратно в индустрию. Такой вариант возможен. Если у вас будет только bachelor degree или master, то для химика или аналиста этого вполне достаточно. Для лаб-супервайзера или лаб-менеджера этого тоже вполне достаточно. Если мы говорим о научной позиции scientist, то здесь, конечно, нам нужно PHD. И, опять же, если вы защитили кандидатскую, да, PHD получили, то и планируете уйти в индустрию, то здесь я бы посоветовала не терять времени искать сразу-сразу позицию. Вот. Потому что любая задержка во времени будет вам как бы возвращаться обратно и говорить, что, окей, а вы уже не так хорошо квалифицируетесь, да, по технологиям или по методам. Поэтому здесь лучше как бы не раздумывать долго после защиты. Что касается остальных двух отделов, то я бы сказала, что, опять же, bachelor, degree, master, degree достаточно для этих позиций. Скорее всего, вас могут попросить или вы захотите сами повысить квалификацию, пойдя в колледж. Взять какой-то курс небольшой там, я не знаю, это годовой курс или, может быть, это полгода плюс QAP, чтобы получить квалификацию именно в области quality control and quality insurance. У нас была девушка, она закончила университет QL. Она проработала у нас аналистом три года, потом она поняла, что мне хочется именно пойти в ее департмент. Или она, по-моему, пошла, может быть, даже регулятория. То она взяла годовой курс, по-моему, в Cynica College, и у них была теория шесть месяцев, и шесть месяцев у них был QAP. То есть она сделала очень быстро транзишн, она перешла в новый департмент, отдел, и очень-очень довольна. Но опять же у нее был мастер-дегрид. То есть как бы я считаю, что мастер либо бакалавр обязательно должен быть, и должен быть, соответственно, это должно быть университетское образование. Многие компании, например, если вы хотите стать аналистом, вряд ли возьмет человека с образованием колледж. У некоторых компаний стоит такое ограничение. Не у всех. Поэтому, если вы планируете в индустрию и продвигаться в этом направлении, то, конечно, я бы посоветовала пойти в индустрию. Ну и в качестве завершения я хотела показать этот слайд, немножко сравнить, опять же, это мое видение, это сравнить академию и индустрию. Если мы рассматриваем Science, то, конечно, в академии ее присутствует научных исследований намного больше, чем в индустрии. В индустрии это больше поток. Если мы рассматриваем образование, то в академии это PhD. В индустрии, в зависимости от ваших позиций, которые вы планируете пройти, это может быть бачула, мастер, о PhD. Если вы хотите уйти в менеджмент, как получилось у меня, то PhD вам, конечно, не нужно. А если это научная позиция, то PhD, конечно, желательно. В плане output я поставила, как в академии мы, конечно, получаем новые знания, новую информацию. В индустрии, конечно, больше заинтересованы, чтобы выпустить какой-то новый продукт, который будет иметь какое-то приложение. Это, соответственно, либо какое-то лекарство, либо новая технология. То есть это не просто знание. Дальше recognition я поставила, как в академии вы публикуете свои данные, вас узнают в научном обществе. В случае же индустрии у вас идет поток проектов, и если вы их успешно закончили, то вот это вот как раз как бы приоритет, как бы приветствуется. В плане свободы, то, конечно, в академии ее намного больше, чем в индустрии. В каком плане? Вы планируете свое время, вы планируете свою работу и так далее. В индустрии, как правило, вы работаете от и до, выполняете конкретный проект и под конкретного клиента работаете. В плане сейфти, то в академии, в принципе, достаточно безопасно. Некоторые производства в индустрии могут быть не особо безопасны. Например, в нашей лаборатории, я бы сказала, что у нас все очень как бы спокойно, ничего такого нет, поэтому можно поставить тоже как бы три плюсика. В плане же финансовых, финансов, то, конечно, в академии, в индустрии оплачиваться позиции будут больше. Будут у вас пакет, как правило, с бенефитами, иншуранс, но в плане стресса, опять же, тут может быть, в академии может быть поспокойнее, чем в индустрии. Поэтому каждый, наверное, выбирает для себя те плюсы и минусы, которые ближе и смотрит, что какое направление будет ближе. Ну и последний слайд я как бы написала в фьючер, вот, а просто хотела рассказать о том, что как бы технологии идут вперед, вот, и в будущем, мне кажется, большая часть работы, которую мы сейчас делаем руками в лаборатории, они будут автоматизированы, поэтому если вы планируете развиваться в науке и это связано именно с работой в лаборатории, то мне кажется, что таких позиций со временем будет все меньше и меньше просто потому, что будут развиваться машины, да, и будет это все автоматизировано. В случае же анализа результатов или планирования последующих экспериментов, тут, конечно, машины вряд ли нас заменят, слава богу, вот, поэтому это направление, конечно, будет всегда востребовано новыми кадрами, вот, и если душа как бы лежит вот именно в этом направлении, скажем, биоинформатика, да, то я бы, конечно, бы посоветовала продвигаться туда, потому что в самой лаборатории, вот как я биохимик, ситуация, конечно, меняется каждый год. Все, что мы делали, скажем, пять лет назад, сейчас мы делаем меньше, появляется просто другое оборудование, которое от нас требует намного меньше времени и вложений, вот, но это мне просто показалось, что это такие тенденции, которые будут дальше и дальше развиваться, и мы это увидим, ну, скажем, я не знаю, может быть, через пять лет или через семь. Вот, наверное, это все, что я хотела сегодня показать, вот, буду рада ответить на вопросы. Ольга, скажите, пожалуйста, а какие компьютерные программы в вашей профессии вы используете? Ну, Анна, большое спасибо за вопрос и была рада вас видеть, вот, ну, для всех я рекомендую, конечно, пользоваться такие стандартные пакеты программ для компьютеров, это Microsoft, это он, мы часто используем, соответственно, Excel, Word, для презентации мы PowerPoint, но не так, чтобы уж очень много, вот, а в основном, конечно, компьютерные программы связаны с оборудованием, в зависимости от того, какие методы мы используем, но мы, в частности, моя группа использует очень много методов по молекулярной биологии, вот, поэтому все обсчеты мы делаем в специальных программах, которые предоставлены вместе с оборудованием, вот, ну, я думаю, что это во многих сферах так, поэтому это уже такие узконаправленные как бы компьютерные программы. Спасибо, я, к сожалению, опоздала на первую часть, немножко поздно зашла, но было очень интересно, спасибо большое, такой прекрасный анализ различных направлений вашей профессии, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Я не знаю, если дети слушали, как бы, есть ли какие-то, может быть, вопросы по науке просто, такие общеобразовательные? А что вообще стоит брать в старшей школе, чтобы пойти вообще в, например, область ДНК и генетики вообще? Я немножко прослушала первую часть, то есть, что я бы порекомендовала изучать, если связать свою жизнь с молекулярной биологией, правильно? Ну, нет, с генетикой, что стоит изучать в старшей школе? Вот в старшей школе, к сожалению, я не знаю программы, может быть, вот Елена может нам ответить. Вот, насколько я поняла, что там курс идет биологии, и как-то его разделить на генетику или не на генетику, наверное, сложно. Или, Елена. Здравствуйте. Значит, в 11 и 12, в 10 классе это еще общий сайнс, и будет, это один из четырех разделов биологии, а в 11 и 12 классе есть отдельный уже, как юнит, отдельный раздел биологии, извините, я говорю, в разделе биологии есть отдельный раздел генетика, в предмете биологии есть уже раздел генетика. И начиная, значит, в 11 класс генетика, ну, мы изучаем там Мендельзо, значит, законы наследственности, а в 12 классе будет уже более серьезная генетика, где обсуждается, как происходит репликация ДНК и мутации, то есть, ну, более высокий уровень, он уже приближен к уровню первого курса колледжа или университета. Вот, то есть, естественно, надо начать с 10 класса, потому что 10 класс это очень хорошая база для 11 класса. Вот так вот. Спасибо большое. Влад, мы ответили на ваш вопрос? Да. Ну, я еще хотела сказать, что на самом деле то, что я рассказала вот эти вот, ну, как бы направления в биологии, но с каждым годом они все стираются все больше и больше, потому что, чтобы выпустить хорошую статью, вам нужно иметь методы из разных областей. Это может быть и молекулярная биология, может быть, клеточная биология, биохимия, биофизика. Вот, и если человек работает над научной проблемой, да, например, в аспирантуре, то он осваивает очень много методов из разных направлений. и вот, допустим, я как бы биохимик, но на самом деле я очень много методов использовала из молекулярной биологии, из биофизики, то есть непосредственно из других областей, что не связано с моей как бы специализацией. На самом деле это прекрасно, потому что у вас есть опыт из разных областей, вы можете посмотреть, что вам ближе, вот, это на самом деле очень здорово. Ну, и, наверное, вот в биологии, наверное, сейчас многие, многие исследования проводятся на стыке действительно наук, да, Оля, что если мы говорим о биологии, например, изучение мембраны клетки невозможно без знания биофизики, физики, да, как осуществляется, как передаются потенциалы без знаний, например, химии. И я знаю, что, я знаю, биофизиков, которые работают в лабораториях, то есть они имеют вот свой, как это, бэкграунд, получается, образование в физике и в биологии. И плюс химия тоже чрезвычайно важна, чтобы изучать те же мембраны клетки, то есть биологическое, казалось бы, совсем направление. А математика нужна везде, простите. Точно, Татьяна, без математики вообще никуда. Простите, пожалуйста, можно я спрашиваю вопрос про все-таки вот вузы, то есть если рассматривать университет, то наиболее сильное вот это направление, оно где? Здесь, в Торонто, я имею в виду. Я просто как бы общалась с людьми из разных университетов, это у меня сложилось впечатление, что вот именно три, Гуэлф, Макмастер и Ватерлоу, то есть вот эти три по биологии. Но опять же, наверное, нужно сравнивать, какие каждый университет дает программы, в зависимости от того, чем вы интересуетесь. Я набирала людей в свою группу по молекулярной биологии и биохимии, и вот у меня два человека пришли из Гуэлфа, один человек из Макмастера, а Ватерлоу я слышала просто от научного руководителя в компании. Вот, поэтому я, честно говоря, вот личного опыта именно с университетами у меня пока нет. У меня, пожалуйста, вопрос такой по поводу университетов тоже. То есть, набирая людей в свою группу, вы, да, будете интересоваться, где человек закончил свой бачелар, или вы будете больше смотреть на знания и опыт работы, на что вы больше будете обращать внимание? Все зависит от того, на какую позицию человек будет набираться. Например, в моей группе есть люди, которые только находятся на разработках, да, тут я, конечно, буду смотреть, какое было у человека образование, какими методами он владеет, да, и был ли у него опыт работы. Потому, например, если человек, я, насколько я понимаю, есть бэчелар дегри с коапом, то есть, это дополнительный год, когда они находятся в лаборатории. Вот это большой плюс в индустрии, потому что, в отличие от академии, в индустрии у нас очень ограничено время, потому что за каждый час мы должны платить свои собственные, ну, компания платит деньги, поэтому все проекты, они достаточно ограничены во времени. У нас нету возможностей повторять эксперимент энное количество раз, потому что человек, допустим, не владеет элементарными там навыками работы в лаборатории. Поэтому я, наверное, больше буду смотреть на опыт работы, вот, именно в тех методах, которые меня интересуют, вот, и образование, в принципе, наверное, не так будет важно для меня. Вот, если мы берем человека на постоянную работу в плане, вот, тестирования, рутинно, такая, рутинное тестирование каждый день, то здесь, наверное, я буду больше смотреть на опыт, опять же, вот, может быть, в каких-то других компаниях этот человек уже работал, у него есть опыт, потому что в компаниях есть специальная регуляция, все очень четко нужно делать по определенным инструкциям, это тоже требует времени, если человек этим не владеет, вот, то есть тренинг будет намного дольше, вот, наверное, больше на опыт, чем на университет, наверное, так. Спасибо большое. Еще такой вопрос, если можно. Ребенок, который, например, заканчивает программу, мед, решил стать медсестрой, медбратом, и заканчивает программу, и решает, что нет, он не хочет идти в эту сферу, ему больше нравится вот ресерч и все, что связано с этим. ему нужно делать какую-то другую степень или та степень, которую он получает в университете, этого достаточно, чтобы идти в ресерч? Ну, если я, например, работала бы в академии, то, может быть, я бы этого человека взяла бы, допустим, на какое-то короткое время посмотреть и как и что, в индустрии вряд ли бы я бы взяла бы человека именно вот уже на поток, на результат, потому что это будет большой тренинг, и у нас нету времени объяснить именно научную часть, вот, знания по науке. Но в данном случае я бы порекомендовала бы этому человеку взять дополнительный, может быть, курс в колледже, да, и тогда уже после колледжа можно устраиваться в индустрию. Спасибо большое. Ольга, хотела бы вас поблагодарить. Классная лекция, согласна с каждым словом. Спасибо. Даже на то, что на PHD идти сразу однозначно не стоит, если человек хочет идти в индустрию. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо большое за отзыв. Ну, я встречала несколько людей, потому что при интервью мы на самом деле людей спрашиваем, вот он хорошо прошел бакалавр, он прошел мастер, да, и мы спрашиваем, вот, потому что большая разница на самом деле между академией и индустрией. Если человек был просто фанат науки, то, конечно, в таком объеме науки в индустрии не будет. И, как бы, первый вопрос, что мы обычно задаем, но готовы вы делать рутинные вот эти тестирования каждый день, вот, и не пойдете ли вы потом на PHD? Вот, так что, в принципе, люди очень часто задумываются на том, чтобы сначала получить опыт, а потом, может быть, они вернутся на PHD и дальше уже продолжат свой путь уже с PHD. То есть, бывает и такое. Вот, ну, наверное, вот как-то так. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо большое. Ну, если появятся еще какие-то вопросы или еще что-то, ну, вы, наверное, мои контакты все знаете в Фейсбуке, так что буду очень рада еще пообщаться и там. Спасибо большое. Все тогда, наверное, да? До свидания. Все, большое спасибо. Хороших всех выходных. Главное, не болейте. Спасибо огромное, Олга. А во всех ипостащах вы прекрасны. И как педагог, и как ученый. Благодарю вас от всей души за час вашего родного времени. Спасибо. Я надеюсь, видео получится. Можно будет поделиться тогда? Спасибо большое. Хорошее выходное. Всего хороших выходных. Счастливо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.